Слово, которое было к Иеремии от Господа. Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал, свою работу накружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. А вы сразу проводите параллели. Горшечник – это Бог Всевышний, а горшки – это люди. И у них есть разные предназначения в жизни. У тебя свое, у меня свое – разное. И бытует мнение, что Бог суверенно определяет, каким сосудом кто будет – в чести, в бесчестии. В основном это мнение бытует. Но Бог посылает Иеремию в дом горшечника, заставляет Иеремию внимательно наблюдать за процессом изготовления из глины сосудов людей, в индивидуальном смысле, или целых народов, в коллективном смысле. Наблюдай, я дам тебе слово. Наблюдай. Каким сосудом будешь ты? И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд. Какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне, а вы следите, да, что может даже поменяться ситуация. Вроде бы сделал горшок, а потом он развалился, потом он другой сделал, вообще другой формы. Какой вздумалось горшечнику. И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, и сокрушу, и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится в своих злых дел, я отлагаю то зло, которое я помыслил сделать ему. Знаете, когда, скажем, та же Сирия, которая сегодня упоминалась, замышляют сделать зло, допустим, то ли Израилю, то ли Америке, то ли другим государствам, разве они об этом говорят? Разве это не является военной тайной, если по-настоящему они замыслили сделать зло? Но если отец хочет наказать ребенка, видит, что надо наказать ребенка, то он его предупреждает об этом. И предупреждает много раз. Не потому, что он уже так решил, а потому, что к этому идет. И нет необходимости предупреждать, если ты злой и замыслил сделать зло. В чем логика? В чем смысл выдавать свои намерения? Но Бог говорит, я скажу народу. Он посылает пророков, он прописывает в Писаниях, он многократно, с разных сторон, разными иллюстрациями говорит. Еще 40 дней, и Неневия будет разрушена, и ходит этот пророк Иона. По этому городу выбрался из желудка кашалота. Смердит этими желудочными соками, ходит весь, раздраженный. На следующий день просыпается, 39 дней, Неневия будет разрушена. Зачем ты об этом говоришь? Если Бог замыслил ее разрушить, почему вообще Бог тебя заставил таким необычным образом идти в эту Неневию? Еще 38 дней, еще 37 дней, Неневия будет разрушена. Еще 35 дней, и Он ходит, ходит и говорит об этом. Нет, Бог говорит, если народ, на который я это изрек, обратится в своих злых дел, я отлагаю то зло, которое я помыслил ему сделать. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, Иеремия, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, «И так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь, каждый от злого пути своего, исправьте пути ваши, поступки ваши». Но они говорят в ответ, не надейся. Мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Поэтому так говорит Господь. Спросите между народами, слыхал ли кто подобные этому? Следовательно, Иеремия понимает, что Бог может сделать разный сосуд. Разное может произойти с человеком или с народом, или с семьей, или с отдельным собранием людей, обществом, церковью. Потому первое, Бог никогда не скрывает своей воли. Он, наоборот, очень настойчиво, усидчиво, терпеливо, всячески, всеми путями и способами, пытается передать ее человеку. А человек может, как я уже выражаю, стать в позу. А я так не считаю. А я буду жить, как считаю нужным. А это моя жизнь. И ты не лезь в мою жизнь. А я любой ценой добьюсь того, чего я хочу. И ты мне не указ. Следовательно, такой человек разрушается сам, потому что встает против Создателя своего, как сказал пророк Исаия, горе человеку, если он припирается Создателем своим. Вот это настоящее горе. Потому Богу не нужны люди безвольные, знаете, сломанные обстоятельством. Но Богу не нужны люди и своевольные. Когда мы сейчас будем молиться, в чем смысл нашей молитвы, нашего обращения к Богу? Точно такой же смысл, как Иисус молился. Господи, не моя воля, она Твоя да будет. Если ты знаешь, что ты сейчас где-то стоишь на таком перекрестке, какие-то моменты, такие страсти обуревают тобой. Это может быть что угодно. Это может быть что угодно. Но ты знаешь, что ты занял такую позицию, что я не сдамся, я не преклонюсь, я не извинюсь, я не уступлю. Не припирайся с Создателем, если ты знаешь волю Божью. Покорись, и Бог вознесет тебя в свое время, и тебе будет легко. 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 Как хорошо жить, когда легко. Многие люди хорошо достаточно ориентируются в своих конфессиональных каких-то акцентах или доктринах. Но чем ближе мы к истине, тем больше мы едины. Мы сходимся, встречаемся на одной общей платформе, которая есть Христос. Чем дальше мы отстраняемся и сосредотачиваемся каждый на своей конфессии, тем больше мы разобщены. Мы уже строим свои доктрины на основании родоначальников того или другого движения. Эта проблема существовала еще во времена апостолов, которые, кстати, между собой не ссорились, но люди уже их поделили. Еще тогда человек, который захочет основательно изучать истину, он обнаружит, что у нас намного больше общего, и у нас нет, по сути, причин не приветствовать друг друга. Теория противопоставления. forspirit.org